Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбер. Более 2300 пожаров и загораний потушили с начала года столичные спасатели. На пожарах погибли 18 человек, 65 из которых шестеро детей были спасены работниками МЧС. Минск чрезвычайный. Далее о наиболее резонансных происшествиях ушедшей недели. Шесть человек чуть не задохнулись от дыма в лифте. В пятницу в районе обеда сработала пожарная сигнализация в Институте экономики Национальной академии наук Беларуси на улице Сурганово. В машинном отделении лифта загорелась электропроводка. С 13-этажного здания еще до приезда спасателей были эвакуированы 50 человек. При этом шесть человек оказались заблокированы в грузовом лифте между первым и вторым этажами. Люди задыхались. Бойцы МЧС оперативно вскрыли кабину лифта и передали пострадавшим маски для спасаемых. А затем помогли выбраться. Пять человек, четыре женщины и один мужчина были госпитализированы. Предполагаемая версия ЧП – короткое замкание электропроводки. В этот же день пожар произошел на кухне одной из квартир по проспекту Рокоссовского. Женщина из окна горящей квартиры на шестом этаже просила о помощи. Ее спасли работники МЧС и передали медикам. С отравлением продукта омигорения в состоянии алкогольного опьянения пенсионерку госпитализировали. Предполагается, что к трагедии чуть было не привело неосторожное обращение с огнем пострадавшим. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе сразу четыре владельца легковых автомобилей лишились своих машин. Во всяком случае, на какое-то время. На улицах Кирилла Туровского и Наполеона Орды горели два Мерседеса. К слову, один из них 2018 года выпуска. А на улице Лицкая – Форд. В этом случае пострадала и припаркованная рядом новенькая Лада Веста. Все загорания произошли по одной и той же причине – короткое замыкание электропроводки. Напомню, достаточно пяти-шести минут, чтобы автомобиль сгорел до тла. Для того, чтобы снизить риск возникновения подобных происшествий, необходимо своевременно проверять электропроводку машин. И делать это только на лицензированных из Туло. Уже в начале этой недели на улице Ландера горела четырехкомнатная квартира. Спасатели оперативно справились с огнем, и никто не пострадал. Причиной этого пожара стала оставленная без присмотра 70-летней хозяйкой зажженная свеча. Будьте внимательны и аккуратны при использовании открытого огня, не пренебрегайте правилами собственной безопасности. Минск чрезвычайный. О происшествиях сегодня все. В заключении хочу пригласить 13-14 сентября на площадку возле Дворца спорта, где пройдут международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель». За звание лучших поборются представители Беларуси, а также спасатели из девяти стран мира – Эстонии, Латвии, России, Польши, Украины, Чехии, Германии, Бельгии и Франции. Обязательно приходите, будет здорово. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.